МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы понять, откуда взялся английский чай, нам пришлось отправиться за 8 тысяч километров от Великобритании в бывшую английскую колонию. Индию. Индийское утро нас встречает с прохладой. Сейчас здесь всего лишь плюс 32. Через несколько часов тут будет самое настоящее пекло. При этом влажность больше 100%. Но именно такой климат наиболее подходит для произрастания чая. Такси! В этой стране чай любят почти так же сильно, как в Англии. Плантация этого растения занимает здесь огромные площади. Чай для Индии не просто популярный напиток. Это основной источник дохода страны. О важности этой культуры говорит хотя бы тот факт, что в Индии даже есть отдельное министерство чая. В его выращивании, сборе и переработке заняты миллионы людей. Сегодня даже не верится в то, что это гигантское производство в масштабах всей страны появилось здесь всего-то полтора века назад. История индийского чая началась в 1823 году. Именно тогда английский биолог Роберт Брюс нашел вот здесь, на берегах Брахмапутры, дикий чай. Его назвали в честь этого места – Ассам. Вот с тех пор прошло уже почти 200 лет, и за это время Ассам завоевал все континенты и почти все страны. Причем за это же время способ сбора чая здесь, в Индии, практически никак не изменился. И в 21 веке его собирают так же, как столетия назад – вручную. И так же, как тогда, местные жители радуются хорошему урожаю. Ведь это значит, что они получат большие деньги, может быть, даже 100 долларов за один месяц. И получается, дети будут накормлены, одеты и даже еще останется на покупку телевизора или небольшого холодильника. Чайка к растению представляет собой кустарник рода Камелия – семейство Чайны. Для произрастания его необходим теплый климат с достаточным количеством влаги, которая бы не застаивалась у корней. Поэтому большинство чайных плантаций располагается на горных склонах или на холмах, в районах с тропическим или субтропическим климатом. Плантации тянутся на тысячи гектаров. Когда приходит время сбора, на них выходят сотни тысяч индусов. Сборщик срывает два верхних листочка и еще не распустившуюся почку. Считается, что это создает идеальное сочетание крепости и вкуса. Вот листочки дают цвет и аромат вашей чашки, а в почке находятся кофеин и витамины. Тут главное сорвать вот эту веточку очень аккуратно и не помять листочки. Считается, что с этим идеально могут справиться только нежные женские руки, поэтому все сборщики на плантации только женщины. Новые два листочка и новая почка образуются на кусте через две недели. Поэтому плантацию, как правило, разбивают на 14 участков, где собирают урожай в разные дни, чтобы процесс в конечном итоге получился беспрерывным. Собирают чай с мая по ноябрь. После этого куст засыпает на зиму и ему дают отдохнуть. До следующей весны. Обычно сборщики собирают чай сразу двумя руками, ну просто так быстрее. Корзину при этом никак не удержишь, поэтому они работают головой. Надевают ее вот таким вот образом и сорванные листочки просто бросают себе за спину. Кстати, это не очень удобно. Вообще корзина весит где-то, наверное, килограмма 4, а за день хороший сборщик может собрать 100 килограммов чая. И все это унести на своей собственной голове. Самое неприятное то, что сезон сбора совпадает с сезоном дождей. Но из-за такой мелочи, как тропический ливень, никто не собирается останавливать производство. В крайнем случае люди выходят в поля с зонтиками, которым, кстати, любезно предоставляют владельцы плантаций. Через каждые несколько метров на чайных плантациях посажены вот такие деревья. Они называются альбизи. Для чего? Ну, во-первых, это красиво. Впрочем, конечно, они здесь не для этого. У альбизи очень раскидистые кроны, и в их тени чай спасается от палящих лучей солнца. Таким образом, в нем сохраняется больше кофеина. Так что выращивание чая – это тонкая наука. Но вот от дождя под альбизией не спрячешься. А ведь многие сборщицы приходят на поле со своими маленькими детьми. Им просто не с кем их оставить. На этот случай здесь есть подобие детского сада. Бетонная будка и подвешенные в ней гамаки. Дети с ранних лет приобщаются к труду. Пока маленький Индра ждет свою маму, она уже собрала 8 карзин чая, пересыпала их в специальную сумку и вместе с другими женщинами сейчас направляется к пункту взвешивания. На погрузке и контроле качества собранного урожая работают уже только мужчины. Здесь каждую сумку взвешивают и бегло осматривают, чтобы сборщицы для веса не подложили в чай какой-нибудь булыжник. Ведь каждая из них получит ровно столько денег, сколько чая она собрала. Ни больше, ни меньше. Получается примерно по рублю за килограмм. Фабрика обычно располагается недалеко от плантации. С момента сбора чая до начала его обработки не должно пройти больше 4-5 часов, иначе качество его снизится. Поэтому на производстве все работает максимально четко и слаженно. К тому моменту, как сюда с плантации придет первый грузовик, фабрика уже должна во всех смыслах стоять под парами. При производстве чая необходимо очень много горячего воздуха и пара. Но как его получить? Электричество в Индии очень дорогое, газа нет. Поэтому, как и 200 лет назад, бойлерные работают на угле. Когда-то вот здесь стояли котлы английских еще паровозов. Сейчас печь посовременнее, но принцип остался тем же самым. Горячий воздух используется в печах, где идет обжаривание чая. Но большая его часть требуется для обработки только что сорванных листьев. Первое, что происходит с чаем на фабрике, это завяливание. Листья просто выкладывают слоем в 35-40 сантиметров толщиной на вот такой вот решетке. Снизу подается воздух. За 12 часов чай теряет здесь примерно 30% влаги. И запах здесь стоит, я вам скажу. Это просто что-то удивительное. Завяливание в таких принудительно проветриваемых ангарах – это общая процедура для абсолютно любого чая. Но вот после того, как она завершается, подсушенные листья идут двумя разными путями. Ведь все мы знаем, что чай на магазинной полке бывает двух типов – листовой и гранулированный. В России традиционно больше любят листовой, хотя именно гранулированный дает более насыщенный аромат и содержит больше кофеина в тех же пропорциях. И, кстати, знаменитый английский чай как раз гранулированный. Но так как чай из Индии идет по всему миру, здесь на фабрике делают оба типа. Главное в производстве гранулированного чая – это правильное измельчение и просеивание. Собственно, и весь секрет. Вот после первичной обработки у нас получается вот такое зеленое сено, что ли, только очень влажное. Затем его измельчают еще раз, еще раз, снова и снова. И в итоге получается вот такая зеленая пыль, из которой можно даже скатать какие-то шарики. На самом деле это и есть будущий гранулированный чай. Зеленая мелко измельченная масса по конвейеру затем передается в центрифугу. Дальше сами все делают центробежная сила и сила притяжения. Пыль в этом барабане скатывается в мелкие шарики, которые поступают в печь и медленно нагреваются. Температурный режим выверен до десятых долей градуса и рассчитан по секундам. Если передержать чай чуть больше, он станет то, что дегустаторы называют «смоуки», можно перевести как «пережаренный». Если чуть не додержать, он не отдаст чашке всего аромата. После выхода из печи чай немного остужают, снова просеивают и передают на заключительный этап – сортировку. Вот на этом участке уже в самом конце производства раскрывается, ну, можно сказать, главная интрига индийского чая. Становится понятна разница между его сортами. После просеивания самые крупные гранулы, вот они, запакуют отдельно, красиво подпишут, и, конечно же, они будут иметь самую высокую стоимость. Гранулы поменьше будут, подешевле. Вот эти, скорее всего, пойдут на чайные пакетики. Но самое удивительное, что и самые крупные гранулы, и самые мелкие – почти пыль – это все чай с одного и того же куста. Получается, некоторое предубеждение к чаю из пакетиков не имеет под собой никаких оснований. Если чай был собран на хорошей плантации и правильно обработан, он будет одинаково прекрасен и в фарфоровом чайнике в ресторане, и в пластиковом стаканчике в офисе. С листовым чаем все немного иначе. Его, кстати, делают несколько дольше, чем гранулированный, хотя технологии довольно похожи. Если в производстве гранулированного чая главное было правильно разрезать листья, то вот здесь главное – это правильно их скатать. Этим занимается эта машина, она называется «роллер». В течение 45 минут вот этот большой стальной лист просто раскатывает чай, и в итоге получается вот это. Ну, мне вот мало, чем напоминает чай, больше похоже на какой-то комбикорм, что ли, но пахнет действительно самым настоящим чаем. Затем его подвергают процессу, который называется ферментация. Она позволяет крахмалу, который содержится в листе, распасться на различные сахара, а хлорофилу – на дубильные вещества. Именно они потом дадут в кружке немного вяжущий вкус. Впрочем, все эти сложные процессы из органической химии внешне выглядят довольно незатейливо. Чай просто засыпает в небольшие корыца с отверстиями на дне и оставляет на несколько часов в специальных нишах, куда нагнетается обычный воздух температурой 30 градусов. Кислород, который содержится в воздухе, и проводит ферментацию, то есть окисление. После этого чай отправляют на обжаривание, в точно такую же печь, какую используют и в производстве гранулированного чая. В этих процессах разницы уже практически нет. Ну вот это уже, можно сказать, готовый чай. Вот все это количество фабрика произвела всего за 4 часа. Им можно, ну, наверное, всю Москву напоить. Однако, если внимательно приглядеться, то в этой куче можно встретить вот такие вот веточки. Это те самые стебли, на которых произрастали чайные листья. Чтобы от них избавиться, чай многократно и тщательно просеивают. Здесь говорят, что если в той пачке, которую вы открыли где-нибудь в России, вдруг найдется что-нибудь подобное, то это не индийский чай. После просеивания чай снова сортируют и упаковывают. Но сначала придирчиво определяет его влажность. Если этот показатель будет выше критической отметки, то продукт может просто сгнить прямо в мешках. Удивляет сам способ определения влажности. Чай взвешивают на самых обычных весах, затем заводят таймер на 5 минут и включают лампу. Лампа нагревает чай, влага из него испаряется, становится легче и по этой разнице определяет его влажность. Удивительно, но именно так ее определяли 200 лет назад. Здесь ценят традиции. Если с влажностью и другими показателями все в порядке, то его, нет, не отправляют потребители. Сначала его пробуют. В специальной независимой лаборатории дегустатор, или правильнее, титейстер, всасывает несколько граммов чая и выносит вердикт. Титейстер не просто выставляет чаю свою оценку, но даже сразу называет стартовую цену на аукционе за одну тонну. Самое удивительное, что все мы, конечно же, обычно пьем чай горячим. Но вот дегустаторы, или правильно, титейстеры, пробуют его холодным, точнее, комнатной температурой. Дело в том, что от горячего чая очень быстро забиваются вкусовые рецепторы. И, кстати, хороший титейстер за один день может попробовать тысячу чашек. Причем вкус каждой из них, как здесь говорят, уникален и не повторяется ни разу. Но вот я тоже попробую два совершенно разных чая с разных плантаций. Вы знаете, честно говоря, я не чувствую абсолютно никакой разницы. К счастью, в Индии достаточно знатоков, которые эту разницу понимают. И многие из них являются чайными байерами, то есть перекупщиками, которые покупают у владельцев плантаций готовый продукт, а потом отправляют его по всему миру. Все это происходит в чайном аукционном доме. Эту традицию индусам тоже много лет назад привили англичане, и она неукоснительно соблюдается по сей день. Правда, есть своя специфика – эти джентльмены не носят начищенных туфлей. Впрочем, и неначищенных тоже. После того, как в 2009 году все чайные торги стали электронными, шумный аукционный дом стал больше напоминать, не знаю, библиотеку. Хотя вот эта тишина обманчива. За непроницаемыми лицами покупателей скрываются буря эмоций. Прямо сейчас здесь заключаются сделки на сотни тысяч долларов. И каждый из этих байеров пытается из-под носа увезти у других одну-две тонны хорошего чая. После того, как байер купил чай и продал его конечному поставщику, только после этого мешок с фабрики начинает свое долгое путешествие через два океана и полмира с побережья Индии к побережью Соединенного Королевства. Этот путь давно и хорошо известен мореплавателям. Когда-то по нему шли сотни парусных судов, чайных клиперов, которые даже устраивали между собой гонки, чтобы первыми привезти в Англию свежий чай нового урожая. Один из самых известных английских чайных клиперов — Катисарк. Сейчас он превращен в музей, хотя почему именно этот корабль удостоился такой чести, ну, честно говоря, непонятно. За всю свою историю он не выиграл ни одной гонки, а в одном из своих последних путешествий даже сломал роль и потратил на путь из Индии в Англию аж 220 дней. Современные сухогрузы делают это в 10 раз быстрее. Но мне почему-то все равно кажется, что тот самый чай, который перевозили на Катисарк, был вкуснее. Кстати, считается, что именно в трюме чайного клипера впервые и появился знаменитый Эрл Грей. Во время шторма на мешки с чаем пролилась бочка с настойкой бергамота. Партию посчитали испорченной и распродали по дешевке. Но непритязательным слоям населения Англии так понравился этот вкус, что позже его уже стали делать специально. На самом деле, знаменитый английский чай – это смесь из трех видов чая – кенийского, цейлонского и индийского. Все они встречаются вот здесь, в Саут-Гэнтоне, для того, чтобы стать тем самым английским завтраком или Эрл Грей. Но это все-таки пищевое производство, поэтому меня здесь попросили надеть вот такой халатик и даже шапочку. Как тут говорят, в чае не должно быть ничего, кроме чая. Различные сорта чая на этой фабрике смешиваются согласно рецепту, разработанному в своей собственной лаборатории. Она практически такая же, как та, что мы видели в Индии, только чище и технически оснащеннее. Английский тит-тестер ставит чаю свою оценку, подтверждая или опровергая мнение индийского коллеги. После того, как весь чай, который пришел на фабрику, протестирован, оценен и классифицирован, начинается процесс блендинга, ну, проще говоря, смешки. В итоге оказывается, что, например, в состав знаменитого Эрл Грей входит 18 сортов разного чая из разных стран и с разных плантаций. Затем все эти пропорции просто умножат на тысячу и отдадут на производство, на фабрику. Главное, чтобы там ничего не перепутали. Вы все еще думаете, что чашка чая – это просто. Лист с рецептом передается на склад, где рабочие находят нужные мешки с определенным чаем и отвозят его на линию загрузки. Эта линия оснащена магнитными металлоуловителями. Прежде чем начать блендинг каждое утро, их обязательно проверяют с помощью вот такой маленькой металлической шайбочки. Ее кладут в пластиковый пакет, ну, просто, чтобы она не потерялась. И помещают на ленту, на ту самую ленту, по которой через несколько минут уже пойдет чай. Так вот, чай и вообще все, что только может попасть на эту ленту, в итоге попадает вот в эту коробку. Вот здесь установлен барабан, который представляет собой электромагнит. Он должен схватить любые металлические предметы и отбросить их в специальный лоток. Вот сюда. Ну что ж, через несколько секунд фокус должен сработать. Ну, вот и наша шайбочка. Во всяком случае, будем надеяться, что это та самая. Но иметь стопроцентную уверенность в том, что в чае не окажется какого-либо металла, недостаточно. Ведь там теоретически могут оказаться и другие нежелательные включения. А вот эта установка называется камнеуловитель. На самом деле она улавливает не только камни, но и дерево, пластик, вообще все, что тяжелее самих чайных. Работает очень просто. В нижней части установлен вентилятор, который сильным потоком воздуха забрасывает чай на второй этаж. Ну, а все эти тяжелые предметы падают вниз. Мне кажется, очень романтичная машина. В итоге чай получается в буквальном смысле унесенный ветром. По пневмопроводу чай попадает в барабан, куда рабочий позже засыпает тот самый ароматизатор бергамота, идентичный натуральному. Если речь идет о баррелгрей, разумеется. А вообще на этой фабрике делают сотни видов чая с самыми разными вкусами и оттенками. В итоге вот в этих контейнерах накапливается уже тот самый чай, который в конечном итоге окажется у вас в кружке. Объемы производства этой фабрики кажутся колоссальными. Здесь десятки подобных контейнеров, и в каждом вот, пожалуйста, 330 килограммов чая с бергамотом, еще 400 с жасмином. Здесь вот зеленый, мой любимый, вообще без ароматизаторов. Но все это на самом деле капля в море. Один россиянин в среднем за год потребляет килограмм чая, англичанин 3 килограмма. Да? Извините, зовут пить чай. Чай осталось только упаковать, либо просто в фольгу и в банку, либо в чайные пакетики. Вот с этим оказывается все немного сложнее. На самом деле, самый обычный чайный пакетик состоит из множества самых разных материалов. Помимо, собственно, самого чая, в него входит вот такая проволока, фольга, бумага, нитки. Главный секрет, вот это так называемая фильтр-бумага. И вот та машина все это превращает вот в это меньше, чем за полсекунды. То есть очень быстро. А вот пить чай англичане советуют очень медленно. Все-таки хороший чай – это как хорошее вино. Им нужно насладиться. Но откуда на фабрике берется та самая фильтр-бумага для пакетиков? Оказывается, ее тоже делают в Великобритании, и именно в ней тоже заключен секрет популярности английского чая. На самом деле, бумага для пакетика с чаем – это даже не совсем бумага. Она состоит из трех компонентов. Ну, во-первых, вот такая пенополиуретановая фибра. На самом деле, это продукт нефтехимии. Видите, даже в чае не обходится без нефти. Затем вот такая древесная основа. Она приходит сюда, например, в таких листах, напоминает чем-то такой, ну, рыхлый картон, что ли. И, наконец, практически секретный компонент – древесная основа, сделанная из филиппинских пальм. Вот ее так просто уже не порвешь. Волокна этого листа очень длинные и прочные. Именно они и не дают нашему пакетику попросту развалиться в горячей воде. Все три компонента смешиваются вот в этой установке. По сути, это очень большой кухонный блендер. Сюда заливается вода, засыпается та самая фибра, древесная основа. Затем все это взбивается, и в итоге получается вот такая масса. Очень напоминает кашу, так как мы в Англии, так и хочется сказать овсянка, сэр. Затем эта овсянка попадает в центрифугу. В ее стенках сделаны тончайшие отверстия. Через них центробежная сила выдавливает бумажную массу нужной консистенции на внешнюю стенку барабана. Откуда та смывается водой и насосом подается на бумагоделательную машину. А вот здесь наша каша уже превращается в пирог. Бумажное тесто вот из этих форсунок тонким слоем наносится на специальную подкладку. И этот очень длинный, будем говорить, противень загоняет ее в печь, где через несколько секунд уже бумага становится твердой. Проходя через множество волков, бумага уплотняется и приобретает свой окончательный вид. На выходе из машины ее остается только смотать. Одна эта машина всего за три часа производит вот такой вот рулончик. Здесь 73 километра бумаги. Из нее можно сделать 15 миллионов чайных пакетиков. Страшно представить. А теперь заметьте, вот это производство не останавливается ни на секунду. Чего вы хотите, в этом мире любят чай. Огромный рулон отправляют на перемоточную линию, где бумагу режут, снова сматывают. Уже в рулончике поменьше. Паковывают их и отсылают на наш чайную фабрику. Здесь бумага, чай и другие компоненты пакетика встречаются. Готовые пакетики кладут в коробки, их оборачивают пленкой и отправляют по всему миру, в том числе и в Россию. Кстати, англичане не любят пакетики с ниточками. Видимо, они слишком аккуратны, им просто не нравится, когда с пакетика капают. Большинство жителей Великобритании пользуются простыми, круглыми. Их еще называют утопленнички. Их заваривают по два чайники. Именно такой чай, как правило, пьют во время знаменитого английского five o'clock. Чтобы оказаться на вашем столе этому нехитрому, казалось бы, продукту, пришлось пройти огонь, воду и даже трубы. Преодолеть тысячи километров и выдержать десятки сложнейших экзаменов. Он не так прост, как кажется. Подумайте об этом за чашечкой чая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА